У нас нет такого объемного спектра лечебных опций, нет пациентов иногда, которые могли бы быть комплентны и неотягощенными, но тем не менее факт остается фактом, статистика четвертое место в общей популяции у мужчин занимает рак мочевого пузыря и заболеваемость ежегодно растет. Средний возраст примерно 66 у мужчин и 69 лет у женщин. И, к сожалению, у практически чуть меньше половины пациентов диагноз устанавливается уже на таких локальных и местно распространенных стадиях. Что хочется сказать? Вообще химиотерапия, суть химиотерапии до сих пор некоторым хирургам особо не ясна, потому что всегда существовал коагулятор или скальпель, который мог это все благополучно излечить. Но с течением времени стали обращать внимание на то, что и в моей презентации это будет такой красной ниткой прослеживаться, что и неодиванная химиотерапия создана была прежде всего для уменьшения опухолевого объема. И вторая такая особенность для того, чтобы оценить степень лечебного патоморфоза. В этой связи для того, чтобы увеличить, исходя из двух описанных фактов, увеличить общую выживаемость, как теоретически предполагалось, которая при уже мышечно-инвазивном раке операбельном составляет при локальной форме 63%, а при такой региональной уже 37%, химиотерапевты пытались, вернее онкологи пытались найти какие-то лечебные опции. Начиналось все с 2003 года, когда была опубликована статья исследования по сравнительной характеристике химиотерапии, по схеме МВАК, наиболее токсичная, и плюс хирургического лечения, вернее, с последующей хирургической операцией цистэктомии и одномоментной цистэктомии без подготовки, скажем так, предоперационной. Конечно, медиана общей выживаемости в группе комбинированного лечения составила 77 месяцев, а в группе цистэктомии она составила 46. Это примерно в 1,6 раз больше, чем просто цистэктомия без подготовки, без химиотерапевтической подготовки. Дальше удалось выяснить, что пятилетняя выживаемость в группе комбинированного лечения составила 57%, в группе цистэктомии 43. Здесь у нас как бы идет положительная динамика в сторону увеличения общей выживаемости, но и в том числе опять же прослеживается вот этот вот красный нитью полный патоморфоз или отсутствие опухолевого роста в удаленном мочевом пузыре. Здесь хочется отметить и акцентировать внимание на то, что при Т0 послеоперационном, при отсутствии опухоли в удаленном мочевом пузыре, медиана общей выживаемости не была достигнута в противовес тому, что при цистэктомии она составила 11,3%, даже при достижении Т0 стадии. При этом осадочная опухоль, она действительно снижала прогнозы за пациентов и явилась таким фактором неблагоприятного прогноза. Это исследование было одним из таких объемных и информативно положительных, которое нам дало возможность сделать вывод о том, что снижение риска смерти при комбинации неодиванной химиотерапии с последующей операцией достигает 33%. Дальше. Естественно, не бывает идеальных режимов химиотерапии. Этот режим, я считаю, один из самых тяжелых вообще в онкологии, в химиотерапии. Я его не проводила самостоятельно, только в ординатуре. И дай Бог, чтобы мне не посчастливилось его проводить. Токсичность. Я, например, считаю, что фибрильная нейтропения, агронолоцитоз, это, наверное, на втором месте под тяжести выведения пациента из такого осложнения после тромбоэмболии легочной артерии. Но здесь у каждого третьего пациента осложнением явилась фибрильная нейтропения. Ну, нейтропения четвертой степени, которая впоследствии могла бы перейти и, возможно, переходила в фибрильную нейтропению, которая требовала госпитализации и так далее. Но, к счастью, летальных исходов они здесь не описывают. Газоинтестинальная токсичность, в которую выходит и тошнота, и рвота, и диарея. То есть при четырехкомпонентной химиотерапии очень-очень ожидаемо. Ищем новые возможности и опции для того, чтобы облегчить жизнь себе и пациентам. Переходим на химиотерапию неодевантную в комбинации с цисплатином. И тут мы опять же смотрим на частоту полных ответов после проведения этой комбинации. Я не стала расписывать всю схему, как она проводится, какие есть режимы. Есть режим 21 и 28 дней. Предпочтительным на сегодняшний день является 21-дневный режим. Также есть разбивка цисплатина на 2 дня, первый и восьмой день. Он оказался более эффективным на 5% всего, но тем не менее он даже менее токсичный. Поэтому я предпочитаю второй вариант, например. И здесь при неодеванной химиотерапии в комбинации с цисплатином, ура, такие замечательные цифры. Частота полных патоморфозов была сопоставима с частотой полных патоморфозов вот этой тяжеленной схемы химиотерапии МВАК. И снижение стадии при цисплатине с гемцитобеном также была сопоставима, может, чуть побольше. Эта схема дала нам возможность, первое, сохранить качество жизни пациентов, второе, улучшить общую выживаемость, третье, на 14% снизить смертность и увеличить общую пятилетнюю выживаемость на 8-9%. И, естественно, с внедрением такого режима, он легкий, он понятный, его можно проводить в дневном стационаре. И отношение хирургов к, ну, может, такое вот комплексное было принято решение, отношение к химиотерапии немножко поменялось. Если в 2006-2015 году доля неодюванной химиотерапии составляла, ну, 8-9%, то уже сейчас мы в первую очередь проводим химиотерапию предоперационную и действительно гордимся этим. Но, второе но, которое сужает наш круг применения, потому что единственное, вернее, не то, что единственное, там 4 противопоказания, но первое противопоказание – это клиренс креатинина, который мы рассчитываем по формуле, и примерно 50% пациентов у нас по данному клиренсу не проходит. Конечно, контингент, как я уже сказала, пациентов, он достаточно сложный. Иногда с абсолютным, может, большим, вернее, пакетом сопутствующей патологии, инкурабельное состояние по почечной патологии. Ну, не всегда удается пациентам именно вот в этом промежутке 65-75 назначить химиотерапию цисплатином. И вот вопрос возникает, что делать с пациентом? Пришел, например, мышечно-инвазивный рак мочевого пузыря, там, вторая или третья А стадия. Провести химиотерапию цисплатином мы не можем. Что делать дальше? Как Сергей Александрович уже сказал, он вышел, но, к сожалению, потому что есть небольшая дискуссия, наверное, по поводу карбоплотина и цисплатина. Золотым стандартом является гемцитопин цисплатин. Да, но просьба не кидаться предметами, потому что при изучении третьей фазы клинического исследования дануба, дануба, по-моему, по эффективности в первой линии адруфалумаба и анти-ситейлей комбинации еще по сравнению с химиотерапией, в подгрупповом анализе было выявлено, что оказывается частота полных ответов в подгруппе карбоплотина с гемцитопином и в группе гем с цисплатином они идентичны. Этот подгрупповый анализ дал старт небольшому мультицентровому анализу, было проведено в Германии, и они оценивали ретроспективно, нерандомизировано, оценивали эффективность химиотерапии предоперационной с карбоплотином и с цисплатином, комбинация гемцитобина. И что получилось? Получилось, что частота полных ответов статистически не различалась в подгруппах пациентов, получавших гемцитобин с карбоплотином или гемцитобин с цисплатином. Ну, 20,7 против 22%. Также по общей выживаемости в подгруппе цисплатин непригодных пациентов с мышечно-инвазимным раком мочевого пузыря, которым проведено более трех циклов карбоплотин гемцитобин, с последующей цисплатиномии позволяют достичь сопоставимых показателей общей выживаемости. Но здесь немножко другой момент. Общая выживаемость оценивалась уже чуть позже. И, естественно, она отличалась значимо ввиду того, что группа гемцитобина с карбоплотином составляла группа пациентов, непригодных по общесоматическому статусу тяжелых пациентов. Именно по этой причине, естественно, смертность в группе гемкарба была чуть выше на порядок. Но, опять же, акцентируя внимание на полном ответе, говорить, что карбоплотин категорически не имеет права на существование в предоперационной химиотерапии, после этого анализа, естественно, мы не можем, но это и является поводом для того, чтобы исследовать и делать прямые рандомизированные исследования. Следующий слайд. А, все, извините. Учитывая ограниченность, я уже во второй раз говорю, ограниченность химиопрепаратов для предоперационного лечения с наступлением эры инкибиторов контрольных точек иммуно-онкологических препаратов принимаются множественные попытки для применения их как в предоперационной, так и в послеоперационной терапии. И, на самом деле, результаты исследования – это очередное исследование, которое демонстрирует более-менее позитивные результаты. ПИОР номер один – неодиуантная терапия, иммунотерапия пембролизумаба с последующей цистэктомией у пациентов с мышечно-инвазивной акмой мочевого бузыря. Проводят перед операцией три введения пембролизумаба в стандартной дозировке, оценивают по цистоскопии, дальше цистэктомия, и удалось достичь трехлетнюю бессобытийную выживаемость 74,5%. Трехлетняя общая выживаемость достигла 84%. То есть это, наверное, одно из самых таких ярких исследований, которое было опубликовано, но на данный момент все еще продолжается третья фаза клинических исследований, и пока мы этим исследованием, так, вернее, этой опцией пользоваться не можем. Также опять мы оцениваем полный патоморфоз, который напрямую в данном случае влияет на общую выживаемость. При общей трехлетней безрецидивной выживаемости в зависимости от полученной патоморфологической стадии, в данном случае Т0Н0, позволяет достигать трехлетней выживаемости в 96,3% случаях. Ну и дальше по увеличению и по уменьшению общей выживаемости. И здесь что хочется сказать, добавить. Химиотерапия, она отошла на второй план ввиду того, что появились вот такие исследования, которые набирают обороты и будут набирать обороты в комбинации с химиотерапией, со стандартной. Но полностью определиться со стандартом, с самым эффективным стандартом при раке мочевого пузыря на сегодняшний день невозможно. Конечно, здесь нельзя забывать, я не стала перезагружать слайды про молекулярно-генетический профиль, про генетические отклонения, которые существуют в каждой опухоли при раке мочевого пузыря. Они тоже есть, и они тоже могут быть предикторными. Поэтому сегодня мы можем только сказать, что пациенты, которые не подходят под стандартный режим химиотерапии гемцитабинка, цисплатин, мы можем предложить и иммунотерапию, в частности, только с определением экспрессии PDL1, потому что чем выше экспрессия, тем лучше ответ опухоли на лечение иммуно-онкологическими препаратами. И что хочется сказать в дополнение, после операции пациенты, которые не получили предоперационной подготовки, такие, как были описаны в предыдущем докладе, Т2 и 0,0 пациенты, пациент отягощенный, у которого, в принципе, проведение химиотерапии невозможно в полном объеме, они в послеоперационном периоде восстанавливаются практически, не укладываются в восьминедельный вот этот стандарт, и нам приходится за ними просто наблюдать. Проведение гемцитабина в адювантном режиме, оно не обладает никакой статистической значимой эффективностью, поэтому лишний раз, как говорят пациенты, травить организм смысла особого нет. Но польза адювантной химиотерапии без проведенного неоадювантного лечения, она неоценима по сравнению с просто наблюдением. Я привела здесь очень такой объемный метаанализ, который демонстрирует достоверно значимость адювантной химиотерапии при сравнении хирургического лечения, но, опять же, только в пользу гемцитабина в комбинации с циспатином. Эта опция, опять же, ослуживает наши возможности и область применения. По этой причине ученые, но, еще раз повторяю, проводить химиотерапию пациентам с мышечно-инвазивным раком мочевого пузыря, начиная с Т2 стадии, нужно, и это напрямую влияет на общую выживаемость. Но есть когорта пациентов, которые не переносят этот режим. И тут у нас, у меня короткий доклад, у нас возникает, наконец-то, первый позитивный трейл, первое позитивное исследование, которое с удовольствием можем вам представить и похвастаться как химиотерапевты, что, оказывается, в исследовании Checkmate 274 адювантная иммунотерапия неволумабом, она может стать абсолютно адекватной альтернативой к химиотерапии. Медианно сейчас на АСКО-Джейу были доложены результаты этого исследования, более расширенный анализ и, скажем так, обсуждение я оставляю для последнего лектора, спикера. Но, тем не менее, по общей выживаемости, медианы безрецидивной выживаемости составила в группе неволумаба 22%, ой, 22 месяца, извините, это в общей популяции. Группа плацебо в два раза меньше показала результаты. При наличии экспрессии PDL1 больше единиц, больше или равно, неволумаб продемонстрировал медиану наблюдения 52,6 месяцев, плацебо продемонстрировало 8,4 месяца. Таким образом, мы сейчас находимся на таком стыке эпох химиотерапии, иммунотерапии, комбинации химиопрепаратов с моноклональными антителами. И следующий раздел, опять же, в мои обязанности входило бы рассказать о ныне существующих опциях, не забегая далеко вперед, уже не дожидаясь результатов окончательных исследований, когда мы будем применять уже на практике конъюгаты препаратов, моноклональные антителы, молекулы химиопрепарата и плюс или без иммунотерапии. То есть это будет такая тройная иммунотаргетная терапия. Но на сегодняшний день это весь арсенал, который у нас существует. Вопрос с адювантной иммунотерапией мы закрыли, предоперационная химиотерапия также возможна. Поэтому нам остается только лечить и лечить. Спасибо большое. Здравствуйте. У меня такой практически большой вопрос. Смотрите, пациент у нас подходит на неодювант цисплатином. Все, клиренс креатинина позволяет такой статус тоже. Мы проводим ему, допустим, МВАК, и после первого курса он у нас входит в почечную токсичность. То есть клиренс креатинина нам уже не позволяет проводить в полной дозе препаратами цисплатина. Какова лучшая тактика? Остановиться на одном курсе или сделать редукцию и продолжить до 3-4? Редукцию МВАКа вы имеете в виду? По цисплатину. То есть там на метатриксации с плотины, если посмотреть по старым рекомендациям, можно 50% сделать. Если ваш пациент перенесет второй курс МВАКа, то почему бы не продолжить на фоне нефропротекторной терапии, если она возможна, если она имеет место в данном случае. Опять же, 80 лет человеку, если этого смысла в нефропротекторной терапии нет. Ну, то есть он по ЭКО-кстатусу, допустим, еще подходит. Исследование в эффективности этих режимов было направлено в первую очередь для того, чтобы найти менее токсичный компонент, менее токсичную схему. То есть она была найдена, и поэтому мы тихонько отошли от МВАК-схемы. Если у вас есть возможности и проводить МВАК, то и при удовлетворительной переносимости общесоматической, то почему бы не продолжить до 4? Но опять же, редукция в пределах допустимых значений. Если вы редуцируете на 50% вынужденно, то там смысла никакого от этого ВАК нет. Да, вот в этом и вопрос. То есть там по переводчику, если постараем этим таблиц смотреть, там 50%. То есть мы, по сути дела, лишаем всего цисплотина. Ну, тогда можете переходить, да, просто переходить на комбинированную GC. Но там на карбоплотин или тоже на цисплотин? Цисплотин, нет. С гемцитабином. То есть там же у нас все равно 2 или убрать вообще цисплотин? Если по клиренсу креатинина у вас 55 мл в минуту и меньше, ниже 55, то здесь рассматривается вопрос карбоплотина, потому что без лечения пациента оставлять... В неодеванте. В неодеванте. В неодеванте, да. То есть лучше перейти на карбоплотин. Ну, Сергей Александрович сейчас, конечно, будет ругаться, но с практической точки зрения, опять же, вопрос, который я поднимаю, что делать с пациентом, да, как бы мы не провели пациенту трех оставшихся или двух оставшихся курсов химиотерапии. Сейчас у нас нет возможности применять иммунотерапию. И тогда возникает вопрос, хирурги могут взять, но смысл от того, что они берут и оперируют, там не достигается никакого патоморфоза практически, патоморфоз первой степени. Поэтому я как бы пытаюсь вот этой ссылкой, я очень жду, что будет исследование, что карбоплотин не стоит перечеркивать. Это хороший препарат, его нужно применять, но при абсолютном, при невозможности доведения трех курсов схемой цисплотин. Асиат Асиат Асиевна, он может быть изумрудный препарат, но его нет в рекомендациях. Его нет в рекомендациях. Если вы на карбоплотине получите, ну, тупо анафилактический шок, да что угодно. Его нет в рекомендациях, но только потому, что он не исследовался. Не было сравнительного анализа гемциса и прямого исследования, и гемкарба. Это хороший препарат. Как вы можете сказать, если он не исследовался? Я считаю, что этот препарат имеет место быть в неодевантной терапии рака мочевого пузыря. Категорически не согласен. Можно мне тоже немножко, я тут скажу, я просто... Мы выбились из графика на 15 минут. Я согласна с карбоплотином просто. На 15? На час 15. На 16, Наташа. Да. Спасибо большое. Спасибо большое за доклад, Асята Исаевна. Слушая вас, чувствуется, что не все потеряно у этих пациентов с раком мочевого пузыря, особенно в свете иммунотерапии. Давайте уже вылечим. Да, давайте его вылечим. Ну, я вот у Асяты Исаевны хотел вас спросить. Вообще, химиотерапию неодевантную она бы стала назначить? Вы стали назначать этому пациенту нашему? Да. Назначили бы, да, все-таки? Просто я не знаю, вы застали начало презентации, начало представления, которое 3 часа назад, видимо, было. Но у пациента немножко креатинин повысился, да, ввиду хронической задержки мочи. Ну, что, наверное, в данном случае не будет ограничением. Но у пациента еще была нейросенсорная тугоухость тяжелой степени ввиду работы. Да, он не являет абсолютно, но он имеет кредит уродного попадания. И тут, естественно, будет все равно. Главное, зачем? Потому что они теряют звук, а мы, естественно, очень быстро. И, конечно, там очень единственная. Он уже потерял слух, что теряем? Да, вот вопрос к этому, да. Ваш чуспатин против той буровой, которая была на слайде. Ну, тут, наверное, вопрос даже, может быть, к лорам, лор-врачам и сурдологам. Не ухудшит ли это неврологическая симптоматика, потому что там головокружение может быть еще, по идее. В общем, этому пациенту было принято решение не проводить неодевантную терапию. И у него мы получили прогрессирование. Через год, в апреле 2020 года, у пациента забрюшенные конгломераты лимфоузлового до 4 сантиметров. Соответственно, химиотерапию ему не было возможности дать по тем же причинам, которые были до этого перечислены. И пациент стал получать тезолизумаб в стандартной дозировке раз в 3 недели. И в настоящее время, на март 2023 года, у него полный ответ имеется, частичный ответ через 6 недель уже был получен. В течение практически 3 лет он не имеет признаков прогрессирования заболевания. Все. Спасибо за внимание.